Нет предела совершенства. Активисты Общероссийского народного фронта в Нинецком округе приняли участие во всероссийской акции «ОНФ за качество». Под пристальное внимание фронтовиков попали объекты социальной и дорожной инфраструктуры, предоставление государственных услуг, наличие чередей и работы персонала различных организаций региона. Все это общественники проверили на качество, доступность, соответствие принятым нормам и требованиям. Многофункциональный центр в Нарьинмаре стал одним из первых объектов, которые посетили активисты ОНФ. По принципу одного окна МФЦ оказывает 180 видов услуг, из них 25 – муниципальных. С начала 2017 года их количество увеличится на 11. Введенные услуги упростят процедуру получения мер социальной поддержки жителями округа. За 10 месяцев 2016 года общее число оказанных услуг уже преодолело рубеж в 30 тысяч. Статистика вещь упрямая и говорит зачастую только о количестве, но не о качестве. В нем-то и усомнились представители общества инвалидов, когда сотрудники многофункционального центра не смогли четко ответить на вопрос, кто имеет право на предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей. И мне говорят, что этой услугой имеют право пользоваться неработающие инвалиды. Это совершенно неверно. В прошлом году было принято изменение в законодательство региональное наше. И с 1 января по нашей инициативе, опять-таки, да, и с 1 января 2016 года эта государственная услуга оказывается неработающим пенсионером и всем инвалидам, независимо от того, работает он или не работает. Ну, там, соответствующие, если у него есть наиждевение, дети, да, то есть дети, которые обучаются в институтах, в училищах, в школах, там, малолетние дети. По словам Марины Говшей, из-за некомпетентности персонала многофункционального центра не только в Нуринмаре, но и в поселке Искателей, часть инвалидов, которые могли получить эту выплату, лишились положенных средств. Обратившись единожды в МФЦ и получив отказ, они не стали выяснять, почему, и бороться за свои права. Ошибки сотрудников имеют место быть, согласен замдиректора МФЦ Анатолий Кожевников. То есть у нас, на самом деле, большой поток информации, и мы постоянно работаем над качеством, над повышением профессионального уровня работников. Проводим с ним занятия, приезжают органы власти, проводят также различные консультации и так далее. Стремимся повысить уровень, но, к сожалению, не всегда происходит нормальные, адекватные ответы. Проверили активисты не только качество предоставления услуг, но и доступность самого здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала, пандус, знак парковки для инвалидов – этот объект считается образцово-показательным для всех остальных объектов социальной инфраструктуры. Однако сегодня заместитель председателя правления окружной организации общества инвалидов Александр Салов оценил доступность только на четверку. Сейчас, как вы видите, гололед, да? И представьте, на коляске инвалид по этому гололеду должен добраться. Кроме объектов социальной инфраструктуры, под пристальное внимание активистов попали и объекты дорожной инфраструктуры, а именно дорога улица Рыбников в центральное очистное сооружение. Дорожное полотно заградили бетонными ограждениями. Сегодня объект не сдан в эксплуатацию. Мне, как автолюбителю, автомобилисту, хотелось бы пользоваться данной дорогой, но вопрос о ее открытии остается нерешенным до сих пор. Впрочем, закрыта дорога или нет, автомобилистам неважно. По ней регулярно ездят автомобили и специальный транспорт. Активисты ОНФ намерены написать обращение в ответственные органы и добиваться скорейшего официального открытия дороги. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.